Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Каждый человек в начале своего жизненного пути мечтает стать успешным, богатым, счастливым, найти любовь своей жизни. Но проходят годы, и жизнь складывается совершенно не так, как об этом мечталось в юности. У многих опускаются руки, они решают, что в этой жизни от них мало что уже зависит, судьбу не переделаешь. Но если вы решили, что так больше продолжаться не может, вы рождены для счастливой жизни, то эта книга для вас. Всего за 365 дней можно стать свободным, счастливым, успешным, наполнить жизнь яркими красками и впечатлениями. Книга поможет составить план развития на целый год, даст советы, как укрепить волю и правильно ставить цели. Расскажет, что такое тайм-менеджмент и как разумно тратить свое время. Если хотите стать счастливым и быть хозяевами своей жизни, начните действовать. Введение. Изменить жизнь. Как? Многие люди желуются, а их насчитывается примерно 90%, что их жизнь не удалась. Дни текут серо и однообразно по одному сценарию. Дом, работа и снова дом. Им сложно вспомнить, что было с ними год назад в этот день. Все свои неудачи они перекладывают на обстоятельства. Эти 90% человечества жалуются, что родились не в то время, не в том месте. Им не повезло с местом работы, с начальником, нет нужного образования. В момент их рождения звезды были расположены неблагоприятно, поэтому у них такая несчастливая судьба. Им очень скучно жить. Если вы относите себя к этой группе, то давайте попробуем вместе разобраться, откуда взялся этот пессимизм. В чем его причина? Причина первая. Вы не знаете, чего хотите. Это причина родом из детства. Сначала строгие родители со своими указаниями, что можно делать, а чего нельзя. Затем школа с муштрой, что это делать надо. Поэтому свое хочу со временем просто атрофировалось. И если у человека появляется свободное время и возможность чем-нибудь заняться лично для себя, он не знает, что ему делать. Выходные дни превращаются в пытку. Наступает хандра. Причина вторая. Вам хочется все и сразу, а это не получается. Иметь амбиции – это, конечно, здорово. Но если эти амбиции удовлетворяются очень медленно, мечты остаются нереализованными. Журавль по-прежнему парит в небе, а на земле – долги, усталость, скука и проблемы. У человека наступает неудовлетворенность жизнью. Причина третья. Может, причина вашей апатии в том, что вы застряли в прошлой жизни? Вы уверены, что все хорошее уже позади. Ваше время прошло, вам осталось только вспоминать яркие моменты прошлого. Вы с ожелением наблюдаете, как водоворот жизни проходит мимо вас и уверены, что вам этот поток уже не под силу. Причина четвертая. Вы угодили в ловушку успеха. Окружающие вам завидуют, считая вас очень успешным человеком. У вас есть все – и карьера, и семья, и с деньгами все нормально, а удовлетворение жизни у вас пропало. Причина здесь в том, что прежние успехи не радуют, а чего хочется – непонятно, поэтому вас тоже одолевает скук. Причина пятая. Вы находитесь в постоянном поиске себя. Анализируя свое положение и сравнивая себя с другими, вы изучили массу литературы, посетили огромное количество тренингов о позитивном мышлении и достижении успеха в жизни. Но после кратковременного эмоционального подъема вновь наступает спад. Ваш поиск слишком затянулся, вы изучаете информацию, но не применяете ее в жизни. Как же избавиться от депрессии и скуки народными средствами? Самый простой способ – это оставить все как есть. Достаточно смириться со своим положением неудачника и жить в прежнем режиме, игнорируя свои желания, продолжая жаловаться на хилое здоровье, семейные проблемы и наслаждаться самобичеванием. Другой самый распространенный способ в нашей стране – это залить скуку алкоголем. На какое-то время действительно скука отступает, но дальше становится хуже, чем было. Наркотики ухудшают жизнь еще быстрее. На помощь в борьбе со скукой приходит телевизор. Социологи утверждают, что несчастливые люди в течение недели проводят у телевизора более 20 часов. Бодрящие телевизионные картинки на какой-то момент выводят из состояния скуки, но лишь на короткий момент. Можно уйти от реальности, погружаясь в иллюзорные миры компьютерных игр, почувствовать себя в них настоящим героем. Главное – не забыть о реальном мире и то, что тоже вам, вашему организму нужна забота. Но есть и другая группа людей – это где-то 10% от населения, которые могут сказать, что живут на полную катушку. Это смелые люди, инноваторы, творцы. Именно эта группа людей катит этот мир, а те, о которых мы говорили ранее, бежат рядом и жалуются, что мир катится совсем не в ту сторону. Перестаньте жаловаться на судьбу и перейдите в эту группу людей. Начните сами управлять миром. Если очень захотеть, то изменить мир можно всего за 365 дней. Думаете, это нереально? Еще как возможно. Но начать изменение мира стоит самого себя. Ведь все проблемы нашей жизни зависят от нас, и сидят они зачастую именно в нашей голове. Наша жизнь зависит именно от нас. Все, чего мы в ней добились, это наша заслуга. Это не только хорошие моменты жизни, но и негатив. Это тоже следствие наших поступков, решений и действий. Здесь уместно привести высказывание Вадима Зеланда. Каждый из нас получает то, что он выбирает. Хватит пенять на судьбу. Надо наконец-то понять, что ваши проблемы сидят внутри вас. Надо просто поработать над своим характером, качествами и навыками. Начните действовать, и ваш мир изменится в лучшую сторону. Если вы не расстанетесь мыслью «я такой и другим мне не стать», то, естественно, вы не сможете изменить свою жизнь. Изменить в человеке можно практически все. Физические данные. Сбросить вес, увеличить рост, полностью сменить имидж, внешность. Интеллектуальные способности. Человек – существо разумное, поэтому он может научиться всему, что угодно его душе. Привычки. При желании можно искоренить вредные и выработать новые полезные. Убеждения. Здесь, наверное, никто спорить не будет, что с течением времени на смену старым убеждениям приходят новые. Привязанности. Превозмогая боль, можно избавиться даже от сильных привязанностей. Материальный достаток. Было бы желание, а способ разбогатеть найти можно. Но начать работу стоит с изменения своего внутреннего «я». Чтобы изменить свое «я», надо прежде всего изменить свой характер. Если вы по натуре трусливый человек, то надо поработать над развитием смелости. Робость необходимо заменить активной жизненной позицией. Лень – трудолюбием. Чтобы приобрести новые черты характера, надо совершать определенные поступки. Ведь именно поступки зарождают привычки. А привычки – это характер, а характер – это судьба. В программу личностного роста необходимо включить работу над теми качествами характера, которые вам будут необходимы для достижения целей. Шаг 1. План саморазвития на год. Перед вами примерный план того, как изменить свою жизнь за 365 дней. Естественно, это всего лишь шаблон. Каждый человек индивидуален, поэтому данный план можно сократить или наоборот дополнить. Итак, начали. Перед вами 365 дней, за которые вы должны изменить свою жизнь. Первый месяц посвятите работе над самопознанием. Что такое самопознание? Самопознание – это осмысление себя как личности. Оно начинается еще в младенческие годы и продолжается всю жизнь, формируясь под воздействием внешнего мира и познания внутреннего «я». Самопознание свойственно только человеку. Оно помогает ответить на вопросы «Кто я? Зачем живу? В чем смысл жизни? Почему у меня не складываются отношения с близкими людьми?» Самопознание было присуще творческим и мыслящим людям. Без мук самопознания не было бы гениальных ученых, актеров, художников. Но к самопознанию обращаются и обычные люди, попадая в кризисную жизненную ситуацию. Оценивая обстоятельства, человек пытается разобраться в себе, понять, что могло его привести к данной проблеме. Ищет мотивы своих поступков и в результате находит путь выхода из этой черной жизненной полосы. Чтобы найти свое истинное «я», честно ответьте на следующие вопросы. Что я знаю о себе? Что я думаю о себе? Как я оцениваю себя? Как я отношусь к себе? Мое реальное представление о себе? Какой я в действительности? Мое идеальное представление о себе? Каким я хотел бы быть? Зеркальное представление обо мне? Что думают обо мне окружающие? Изучите упражнение «Окно Джагаре. Взгляд внутрь себя». Найдите свои сильные и слабые стороны. Составьте план, что вам необходимо изменить в себе. Второй месяц – постановка целей. Мышление человека отличается от мышления животных, основанного на инстинктах. Человек задумывается над смыслом жизни, пытается найти свое предназначение. Поэтому, чтобы сделать свою жизнь значимой, наполненной смыслом, необходимо ставить перед собой истинные цели. Именно цели будут вашей путеводной звездой. А поможет вам в постановке целей отдельная глава нашей книги. Третий месяц – это выход из зоны комфорта. Чтобы изменить свою жизнь, надо приобрести новые знания, новый жизненный опыт и навыки. Все это можно освоить только в случае выхода из привычной зоны комфорта, которая ограничивает личностный рост. В нашей книге целая глава посвящена тому, как изменить зону комфорта. Четвертый месяц стоит посвятить усвоению науки управления временем, тайм-менеджменту. Чтобы добиться поставленных целей, просто необходимо научиться правильному распределению времени. Жизнь современных людей стала похожа на бесконечные гонки. Нервная и долгая дорога на службу, учебу, производство, авральный режим работы, подработки. Время для личной жизни так и не наступает. В результате на финише этой гонки вместо заманчивых призов бегущих ждут нервные срывы, усталость, депрессия. Если такой жизненный сценарий вас не устраивает, то очень внимательно прослушайте главу нашей книги о тайм-менеджменте. Изменяя свою жизнь, стоит изменить и свой имидж. Посвятите этому пятый месяц своей работы над собой. Измените свое личное пространство так, чтобы оно было для вас комфортным и приятным. Используя учение фэн-шуй, наведите в доме материальный и энергетический порядок. Изучите теорию имиджа и поработайте над тем, чтобы ваше внутреннее состояние совпадало с внешним видом. При смене имиджа задайте себе вопросы. Для чего вам стоит сменить свой образ? Почему вас перестал устраивать внешний вид? Возможно, вы уже изменили свой социальный статус, сделали рывок в карьере? Или может наоборот, стоит сменить имидж, чтобы себя позиционировать дороже, создать нужную репутацию, имя? Правильно поставленная цель или мотив помогут найти верный путь в изменении своего облика. Можно воспользоваться другим упражнением. Возьмите лист бумаги, разделите его на три столбика. В первом столбике запишите, какими качествами вы желаете обладать. Допустим, хотите стать более яркой личностью, более раскованной или наоборот деловой. Во втором столбике запишите, чего вам не хватает, чтобы так выглядеть. В третьей графе напишите, как это можно исправить. Если своих знаний недостаточно, можно обратиться к стилистам. Но не делайте поверхностные изменения. Деловой костюм не превратит вас в бизнесмена или делового человека, а платье от Гуччи в светскую львицу. Не стоит входить в образ, не имея для этого внутреннего настроя. Шестой месяц изучаем материал по созданию позитивного мышления. Умение мыслить позитивно – это путь к свободе, успеху, новой жизни, личностному росту. Каждый человек может быть любимым, успешным и счастливым. То, что мы с вами имеем на сегодня – это результат нашего вчерашнего мышления. Наше будущее – это результат нашего мышления сегодня. Вот поэтому, если мы хотим изменить свою жизнь в лучшую сторону, просто необходимо научиться позитивному мышлению. Ведь именно положительный, оптимистичный настрой наших мыслей вызывает и положительные эмоции и чувства. А те, в свою очередь, отлично сказываются на нашем здоровье, энергетике, помогают запустить в жизнь даже самые, на первый взгляд, неосуществимые желания. Научиться мыслить позитивно – это огромный труд. О том, как освоить эту науку, писали и наши предки, и наши современники. Даже религии, учить человека не предаваться унынию, считая это большим грехом. Много полезной информации о развитии позитивного мышления изложено в книгах Хаса Сильва, Элизабет Хейч и Роберта Делтс. Почитайте их. Седьмой месяц. Вот и прошли полгода ваших тренировок. Позвольте себе отдых. Переосмыслите изученное. Отдохните и насладитесь жизнью приятными моментами. Восьмой месяц. Пересмотрите ваши личные отношения. Оцените в них сильные и слабые стороны. Может, пришла пора что-то в них изменить? Отношения между людьми можно сравнить с живым организмом, который нуждается в постоянной заботе. Это та сфера жизни, где ответственность за происходящее ценится ровно пополам между партнерами. В отношениях не может быть борьбы. Если выигрываете вы, то проигрывает партнер. Следовательно, в проигрыше остаются и отношения. А вот если выигрывают отношения, побеждают оба партнера. Учиться строить отношения надо с работой над самим собой. Своего партнера невозможно сделать счастливым или несчастливым. Ведь не во всех сферах его жизни вы будете влиять на него и помогать ему. А тем более, нельзя близкого человека изменить. Некоторым удается все же вылепить из спутника жизни свою задумку, но партнеру это не приносит счастья. Следовательно, не приносит счастья и отношения. Отношения между людьми – это индикатор внутреннего мира человека. Если отношения стали разлаживаться, значит поломка произошла внутри вас. Ваш партнер – это ваше зеркало. Прежде чем предъявлять претензии своему спутнику, посмотрите на себя со стороны. Если человек гармоничен внутри, значит и в отношениях с другими у него царит согласие. Работая над своими качествами, наблюдайте за реакцией вашего спутника жизни. Если он начинает меняться, значит ваша работа над собой идет в нужном направлении. И запомните, не переносите карьерные проблемы в личные отношения. Если негатив, полученный на работе, выместить в семье, то в результате проблемы будут в обеих сферах жизни. Девятый месяц посвятите изучению медитаций. Каждую секунду в нашем огромном мире происходят миллионы событий. Зажигаются новые звезды, ветер гонит волны по океану, птицы порхают с ветки на ветку или просто с неба падают снежинки. Все вещи, и большие, и крохотные, становятся частью момента и сливаются в единое целое. И мы с вами тоже часть этого мгновения. Научитесь жить, ценя настоящий момент. Не упускайте его. Только ценя каждую прожитую секунду, мы будем осознавать всю полноту жизни и получим шанс двигаться вперед. Освойте в этом месяце простые медитации, чтобы научиться ощущать вкус жизни. Например, если от вас начинает убегать время, дышите. Просто сделайте глубокий вдох, выдох. Почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие. Обратите внимание на другие органы чувств, зрения, слух, осязания. Послушайте окружающий мир. Сколько в нем звуков. Это и шум моторов, и пение птиц, и плеск воды, поскрипывание деревьев, гул самолетов. Учитесь ценить каждую секунду своей жизни. Десятый месяц. В этот период стоит поупражняться в щедрости и научиться прощать обиды. Многие из нас слово щедрость ассоциируют с материальными пожертвованиями. Но это далеко не так. Давайте поразмышляем. Может щедрость это любовь? Если человек любит, то щедр в своих поступках. Он видит, кому нужны его деньги, время, внимание, забота, и всем этим делится. Щедрость берет свое начало в сердечном желании, открытости, сострадании, в умении слушать. А даривая других, мы тем самым показываем, как ценим и любим их. Дарить можно не только что-то материальное, но и свое время, свою заботу, просто доброе слово. Часто другому человеку просто необходимо, чтобы его выслушали. А вы, потратив на разговор с ним свое время и сказав при этом добрые слова, подарите человеку надежду и окажете помощь. Без щедрости не может быть хороших отношений в семье. И не надо думать, что вот когда я разбогатею, я буду более щедрым и внимательным. Не стоит жить завтрашним днем. Ваша забота нужна вашим близким сегодня и, может быть, именно сейчас. Проводите больше времени со своими самыми близкими людьми. А если случилось так, что вас обидели, то научитесь искусству прощения. Многие из нас не понимают, почему надо прощать предателей, обидчиков, лжецов. Но ведь прощение – это освобождение самого себя от тяжести на душе. Пока обида сидит внутри вас, она имеет над вами огромную власть, заставляет страдать, постоянно включает внутри вас неприятные эмоции, не дает возможности наслаждаться жизнью. А если человек носит обиду в душе многие годы, то его организм находится в постоянном стрессе. Обида разрушает человека изнутри, вызывая инсульты, инфаркты, болезни. Ваш обидчик будет властвовать над вами до тех пор, пока вы его не простите. Что значит простить? Прощение – это принятие произошедшей ситуации, порой вопреки своим установкам. Ведь то, что произошло, вы уже изменить не сможете. Но в вашей власти – изменить свое отношение к произошедшему. Прощая обидчика, вы прощаете себя, а не признаете правоту своего противника. Это вовсе не накладывает на вас обязательства в том плане, что ваши отношения должны сохраниться на прежнем уровне. Прощая, вы освобождаетесь от обид прошлого, находя энергию для новой жизни. Попробуйте сделать такое упражнение. Сядьте в удобной позе, закройте глаза. Представьте, что вы на берегу теплого моря, под ногами песок, а рядом плещутся волны. Расслабьтесь и без напряжения вспомните давнюю детскую обиду, которая до сих пор сидит у вас в душе. Вспомните того маленького обиженного малыша. Мысленно возьмите этого ребенка на руки и постарайтесь его успокоить, убеждая его, что вы сейчас всегда будете рядом и не дадите его в обиду. Малыш начнет улыбаться все сильнее и сильнее, но улыбается он внутри вас, освобождая вас от давней детской обиды. Попрощайтесь с малышом и откройте глаза. Повторите это упражнение несколько раз и вы почувствуете, что вам стало легче. А на будущее возьмите себе на вооружение правила, жить надо без обид. Тем более, что человека обидеть нельзя, он обижается всегда сам. Вот и наступил 11 месяц. Самое время заняться изучением финансовой грамоты. Хотя вы и постигаете науку саморазвития, финансовое благополучие вещь все же необходима. Без денег человек не может осуществить не только свои желания и мечты, но и чисто физиологические потребности. Успокаивать себя мыслями, что вы живете не хуже других, не стоит. Достижение финансовой независимости – дело очень сложное, тем более, что ему не учат родители, не проходят в школе и не существует единого рецепта к успеху и богатству. Начните изучение финансовой грамотности составления семейного бюджета. Это вам даст возможность расходовать свой бюджет с максимальной выгодой. Начертите таблицу и укажите в ней перечень статей своих доходов, в другой графе – расходов. Сравните цифры. Может быть, стоит где-то сократить расходы или их оптимизировать? Подумайте, куда можно инвестировать оставшиеся деньги. Изучите литературу по составлению и расходованию личного бюджета. Составив график, научитесь строго его придерживаться. Впереди последний, 12-й месяц вашей тренировки. Месяц подведения итогов и составления плана на следующий год. Оцените свои достижения, что вам удалось, над чем стоит еще поработать, чему поучиться. Шаг 2. Развиваем волю. Что такое воля? Воля – это одно из самых сложных понятий, имеющее не один десяток определений. Вот, например, как трактуют волю в психологии, цитата взята из Википедии. «Воля – психическая функция, заключающаяся в способности индивида к сознательному управления своей психикой и поступками в процессе принятия решений для достижения поставленных целей». Положительное качество воли, проявление ее силы способствуют успешности деятельности. К волевым качествам часто относят мужество, настойчивость, решительность, самостоятельность, терпение, самообладание, целенаправленность, выдержку, инициативность, смелость и другие. Понятие воля очень тесно связано с понятием свобода. В других источниках говорится, что воля делает человеческую деятельность более упорядоченной и целенаправленной. Или воля – это не что иное, как сознательное преодоление трудностей для достижения поставленных целей. Для чего нужно укрепить силу воли? Если человек хочет добиться определенных высот, получить образование, сделать карьеру или создать бизнес, сила воли ему просто необходима. Сильная воля позволяет быть конкурентно способным в наше непростое время. Слабый человек постоянно делая себе те или иные поблажки, вряд ли достигнет больших высот. Сила воли помогает пережить трудности, которые бывают в жизни каждого. В коллективе высоко ценится тот сотрудник, который умеет работать, несмотря на сложности или неприятности, избегает конфликтов с начальством и окружающими его людьми. Но для того, чтобы уметь сдерживать свои отрицательные эмоции и не пускаться в ненужную критику, просто необходима сила воли. Человек с развитой волей сможет избавиться от лишнего веса, вредных привычек, таких как курение, алкоголизм, от страха, победить депрессию. За счет тренировок воли можно всегда иметь хорошее настроение. Сильная воля помогает стать более организованным, а не быть предметом насмешек для окружающих. В целом, воля помогает человеку стать более свободным и независимым от внешних условий. Если вы решили, что вам необходимо развить свою силу воли, вперед. Запомните, этот процесс не быстрый, но осилить его может каждый. Развить силу воли можно с помощью тренировок. Наверняка вас не раз будет одолевать настроение все бросить, лень будет брать вверх. Не обращайте на такое настроение особого внимания. Это обычный рабочий процесс. Приступы лени, безволия не так страшны. Самое главное это желание и готовность начать все сначала. Воспользуйтесь правилом. Сказал, сделал. Если решение принято, то я обязательно его выполню, как бы сложно это ни было. Приступая к тренировке силы воли, воспользуйтесь следующими правилами. Правило первое. Исключите из своей речи или внутреннего диалога такие умозаключения. Сейчас не обязательно. Сделаю потом. Да ну его. Сегодня нет настроения. И так сойдет. Если такие мысли начинают одолевать вас, постарайтесь прекратить этот внутренний диалог. Возьмите и сделайте задуманное. Правило второе. Поставьте себе цель. Детально продумайте план достижения этой цели и запишите его на лист бумаги. Для чего необходимо записать план? Для развития воли не столь важно, сколько вы сделаете. Главное сделать именно то, что вы запланировали. Лучше наметить немного, но сделать все согласно плану. На первом этапе ставьте посильный и привлекательный план. Если вы уверены, что не сможете выполнить задуманное, не планируйте. Научитесь на первом этапе ставить простые задачи и выполнять их. Например, начните с режима дня. Подъем в 7 утра, отбой в 23 часа. Если сложно вставать рано, упростите, придерживайтесь только одного пункта. Ложитесь спать не позднее 23 часов. Поживете в таком режиме какое-то время, организм привыкнет и вы станете просыпаться в 7 часов. Затем задачу усложните. Подъем уже не в 7 часов, а в 6.30 и утренняя зарядка. Спустя какое-то время подъем в 6 часов и зарядка уже не дома, а на свежем воздухе в парке или на стадионе. Занятия спортом помогают развитию силы воли. Можно выбрать любой вид спорта, даже танца, правда, если они идут под руководством тренера. Главное, чтобы занятия спортом давали хорошую физическую нагрузку. Отличное средство для развития воли – это бег. Не бойтесь показаться окружающим белой вороной. Хотя многие посмеиваются над бегающими по утрам, в глубине души они уважают этих людей. Далеко не каждый способен рано утром вылезти из теплой постели и посвятить время спорту. Если вы этим видом спорта никогда не занимались, начните бег с 5-10 минут около дома. Постепенно увеличивайте время и расстояние. Каждый раз преодолевая новый рубеж, ваша воля будет становиться крепче, а вместе с волей вы будете тренировать свое сердце и сосуды. На первом этапе развития силы воли планируйте подвиг, дело, которое вам делать не хочется, но выполнить его надо. Планируйте такой подвиг на каждый день и выполняйте его. Когда ваша сила воли окрепнет, ежедневные подвиги можно заменить на свершение большого и трудного дела, такое, за которое вы будете себя уважать. Правило третье. Упражнения по развитию воли выполняйте регулярно. Старайтесь не расслабляться, ведь все сделанные поблажки вернут вас на прежний уровень. Правило четвертое. Научите себя в первую очередь делать те дела, которые выполнять меньше всего хочется, но необходимо. Зачастую выполнению этих задач мешает отсутствие веры и лень. Постарайтесь поверить в свои силы, а лень победить упорством. Как только вы добьетесь первых побед, вы почувствуете в себе большие перемены, а впоследствии борьба с ленью и прокрастинацией не будет требовать таких больших усилий. Правило пятое. Развитие силы воли изменит вашу личность. Могут измениться привычки, круг общения, предпочтения. Поэтому задайте себе вопрос, готовы ли стать другим лучше, чем были вчера, и ответьте на него предельно честно. Если ответ положительный, продолжайте упражнение. Правило шестое. Когда вы достигнете новых высот, возьмите себе на вооружение правило быть безупречным. Каждое дело, за которое беретесь, выполняйте как можно лучше, более качественно. Правило седьмое. Используйте силу воли при общении. Контролируйте свои эмоции, не давайте раздражению и агрессии выйти наружу. Следите за своими словами, интонацией, мимикой, жестами. Попробуйте посмотреть на себя со стороны. В зависимости от ситуации, ваш голос может быть строгим или добрым, доброжелательным или задумчивым, но ни в коем случае не истеричным. Учитесь свою речь держать под контролем, и постепенно это войдет в привычку. Правило восьмое. Силу воли можно тренировать даже во время приема пищи. Посмотрите на свое меню. Все ли продукты так полезны? Может, стоит что-то убрать из своего рациона? Избавившись от любимых, но вредных продуктов, вы не только проверите свою силу воли, но и приведете в порядок свое здоровье. Правило девятое. Наведите порядок в своем доме и на рабочем месте, и постоянно его поддерживайте. Возможно, есть такие действия по дому, которые вы выполнять очень не любите, ленитесь. Как только вы поняли, что эти домашние обязанности вам делать лень, пересильте себя и сделайте то, что вам так делать не хочется. Если эти обязанности вы будете заставлять себя делать регулярно, эта проблема со временем исчезнет. Это всего лишь несколько правил для укрепления силы воли. Если вас эта тема заинтересовала, почитайте литературу, посетите тренинги. Как говорится, дорогу осилит идущий. И напоследок, чтобы все эти правила было выполнять легче и интереснее, заведите специальный блокнот и назовите «Журнал моих побед». Записывайте в него свои цели, план их осуществления и обязательно делайте отметку, добились ли вы поставленной цели и что это вам дало. Достигнув своей цели и одержав победу, вручите себе приз, позвольте себе то, в чем давно себе отказывали. Например, путешествия, шоппинг с куражом и тому подобное. Жизнь одна, и в ней должно быть место не только для работы, но и для отдыха. Запомните, сначала вы работаете на волю, потом сильная воля работает на вас. Быть волевым человеком легко и приятно. Шаг третий. Правильно формулируем цели. Наверное, среди нас нет такого человека, который не хотел бы изменить какую-то сторону своей жизни. Кто-то хочет стать богаче, кто-то образованнее, кто-то свободнее или успешнее. Хотят почти все, но получается далеко не у каждого. Думаете, почему происходит так, что кто-то в этой жизни добился почти всего, а другой сидит у разбитого корыта? Ответ очень прост. Чтобы добиться успеха, надо ставить перед собой цели и добиваться их исполнения. Не стоит путать цель с мечтой, фантазией или потребностью. Мечта и фантазия могут вас унести в облака, никоим образом не изменив вашу суровую действительность. А цель позволит добиться желаемого результата, контролировать ваше движение вперед и даст оценку вашему состоянию сегодня. Постановка цели. Этот процесс не так прост, как кажется. Мало просто сказать самому себе «я хочу» и ждать, когда на голову упадет манна небесная. Чтобы ваша мечта превратилась в действительность, порой нужно приложить много усилий и проявить такие качества, как воля, самодисциплина, целеустремленность. Чтобы реализовать свою цель в жизни, прислушайтесь к следующим правилам, которые помогут добиться желаемого, затрачивая минимум усилий. Первое. Старайтесь формулировать цель в позитивном ключе, то есть так, чтобы она мотивировала вас на совершение поступков. Вы должны четко знать, что поставленная цель вам нужна. Результат, который вы достигнете, вам очень и очень необходим. Если итог вас мало волнует, то и ваши шансы на успех будут минимальными. В этом месяце я закрою кредит, что позволит мне в следующем месяце иметь дополнительно 20 тысяч рублей. А вот слова «в этом месяце я буду очень экономен, убавлю свои расходы и закрою кредит» оптимизма не принесет. Формулировка цели должна снимать напряженность и заставлять испытывать драйв. Второе. Для достижения того или иного результата необходимо порой ставить несколько целей. Если вы в именно такой ситуации, разбейте цели на главные, которые вам придется выполнить в первую очередь, и на второстепенные. Иначе мелкие цели могут отнять время и силы и свести к нулю все ваши начинания. Третье. Поставьте временные рамки. Цель должна иметь четкий срок достижения, чтобы процесс ее реализации не затянулся до бесконечности. Кроме того, ограничения по срокам позволят дать оценку в вашей работе и быстрее добиться успеха. Четвертое. Цели должны быть конкретными, четкими, ясно сформулированными. Опишите для себя цель во всех подробностях. Попробуйте ее визуализировать. Неясные цели бесполезны, а конкретное, да еще и визуализированное, поможет найти верный путь. Запишите свои цели в специальный блокнот или на лист бумаги и повесьте на видное место. Такой плакат вас будет подталкивать к действиям. Цель записывайте в утвердительной форме. Например, я увеличу свой доход на 20% к следующему месяцу. А вот как не надо. Я бы хотел увеличить свой доход на 20%. Правильная и конкретно сформулированная цель настроит ваше подсознание на ее достижение. Пятое. Формулируйте свою цель так, чтобы она касалась именно вас. Например, если вы поставите перед собой цель, чтобы ваш шеф поднял вам зарплату, то вряд ли это ваше желание будет осуществимо. А если вы поставите перед собой задачу увеличить ваш доход, то, естественно, вы начнете решать этот вопрос. Возможно, вы сможете найти новую работу или дополнительный источник доходов. Шестое. Ставьте перед собой такие цели, чтобы они не противоречили вашей системе ценностей. Седьмое. Цели должны быть достижимыми. Если вы поставили перед собой цель, а сами мало верите в ее существование, то ваши потуги, направленные на безуспешную реализацию, могут привести только к депрессии. Но в то же время не прельщайтесь легко достижимыми целями. Это не принесет вам уверенности в себе. Восьмое. Цели должны быть измеримыми. Так легче будет понять, какого результата вы хотите достичь. При формулировке цели записывайте конкретные цифры, даты, показатели. Девятое. Цель – это всего лишь начало пути к успеху. Составьте план действий. Ведь для достижения жизненного успеха мало цель поставить, необходимо наметить все шаги для ее реализации. Написав план, ограничьте все его пункты по времени и приступайте к его осуществлению. Реализация амбициозных целей порой мешает лишь неуверенность в своих силах. Поборов свой страх, вы можете добиться невозможного. Не бойтесь неудач. Неудача – это вовсе не конец, это начало нового пути. Не теряйте позитивный настрой. Будьте уверены в своих силах, используйте все возможности, и тогда цель будет достигнута. Шаг четвертый. Выходим из зоны комфорта. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо покинуть зону комфорта. Что же это такое – зона комфорта? Психология дает следующую трактовку этого понятия. Зона комфорта – это такое специфическое пространство, в котором человек ощущает психологическую защищенность, а его жизнедеятельность протекает комфортно и стабильно. В социальном аспекте под зоной комфорта подразумевается совокупность таких обстоятельств, в которых человек ощущает спокойствие и гармонию, как на личностном уровне, так и на социальном. В зоне комфорта нет места неожиданным проблемам, сюрпризам. Все жизненное пространство человека предсказуемо, в нем происходят только привычные для него явления. В этой зоне человеку приятно и спокойно находиться, он чувствует себя очень защищенным. То есть зона комфорта – это такое состояние человека, которое позволяет ему жить механически, по привычным для него шаблонам. Но у каждого своя зона комфорта, то, что комфортно одному, совершенно не устраивает другого. Чем опасна зона комфорта? На первый взгляд это уютное и безопасное состояние человека, то, к чему стоит стремиться. Но это на первый взгляд. В действительности постоянное пребывание в зоне комфорта расслабляет человека, убаюкивает его сознание. Жизненные обстоятельства складываются настолько привычным образом, что не хочется ничего менять. У человека не возникает надобности приобретать новые навыки, что-то изучать и как-то активизировать свою жизнь. Наступает застой, который может привести к регрессии разума, деградации, так как у человека нет желания активно действовать и самосовершенствоваться. Привязываясь к своей обычной среде обитания, мы привыкаем не только к комфортным ее условиям, но и к ее проблемам. Чем еще опасно длительное пребывание в зоне комфорта? Зона комфорта похожа на длительный сериал, в котором все заранее прописано. Человек знает, что его ждет в будущем. Многих людей пугает такой заранее написанный сценарий их жизни. Как только из жизни исчезает чувство новизны, наступает старение, теряется смысл происходящего. Почему стоит покидать зону комфорта? Выход за пределы этой зоны означает развитие личности, ее самореализацию, приобретение жизненного опыта. Кто-то из мудрых сказал, все, что надо человеку, находится за границей его зоны комфорта. Выход из нее помогает справиться с текущими проблемами. Некогда сложные вещи превращаются в легкие и доступные, уходят страхи, зажимы, блоки. Увеличивая зону комфорта, можно избавиться от комплексов, фобий и негативных установок. Расширяя зону комфорта, человек расширяет и свое сознание. То, что зона комфорта обеспечивает безопасность, это иллюзия. Представьте себе рыбку, живущую в красивом, уютном аквариуме. Ей легко и беззаботно, но вот аквариум разбился и в один миг исчезает зона комфорта. Так может произойти и с человеком, но если у него есть привычка менять свою зону комфорта, способность находить новые психологические опоры, то никакой шторм ему не страшен. Когда и как у человека формируется его зона комфорта? Младенец, появившийся на свет, покинувший материнское тепло, чувствует себя очень неуютно в этом неведомом ему мире. Благодаря заботе родителей у него начинает формироваться зона комфорта. Малыш начинает чувствовать себя защищенным. Но поскольку ребенок существо очень любопытное, он начинает изучать окружающую среду, тем самым увеличивая свою зону комфорта, причем очень стремительно. Дальнейшее расширение зоны происходит в результате развития самостоятельности, взросления. Установлено, что чем моложе человек, тем он охотнее увеличивает свою зону комфорта. С возрастом зона комфорта начинает держать человека мертвой хваткой. Кого-то одолевают страхи, кого-то лень, кто-то не может расстаться с жаждой контролировать все и всех. Но парадокс в том, что чем больше мы контролируем, тем меньше мы влияем на окружающее. Как выйти из зоны комфорта? Хочется привести пример из книги Джека Кенфилда «Правила». Он пишет, в цирке маленького слоненка дрессировщик привязывает веревкой колышку. Слоненок первое время пытается убежать, но у него не хватает сил выдернуть колышек и разорвать веревку, так как он еще очень слаб. Со временем слоненок превращается в могучее животное, но он по-прежнему привязан колышку и не пытается даже освободиться. Слон уверен, что разорвать веревку – бесполезная затея. Он так и продолжает жить, ограничив всю свою свободу длиной веревки. То же самое происходит и с людьми, только вместо веревки – зона комфорта. У кого она шире, у того и мир более разнообразный. В жизни каждого человека бывают два момента, когда ему хочется кардинально поменять свою жизнь. Первый у каждого индивидуален, а вот второй приходится на возраст от 30 до 40 лет. Если человек после 40 лет еще думает с позиции «успею», то, скорее всего, он хронический неудачник. Если в 40 лет человек хочет каких-то кардинальных изменений, но ничего для этого не делает, то это, скорее всего, просто фантазер. Шанс вылезти из своего домика и начать новую жизнь есть у каждого человека. Выйти из зоны комфорта можно двумя путями – по вине обстоятельств, армия, учеба, неожиданный переезд и осознанно. Если зону комфорта вынудили сменить неожиданные обстоятельства, то придется подстроиться к переменам и найти новые психологические опоры. Выпав из привычной среды обитания, человек может испытывать длительный стресс, у него может начаться паника и сопротивление переменам, даже может сузиться его сознание. Он начинает думать об одном и том же, представлять одно и то же, неадекватно реагировать на раздражители. Что делать в этом случае? Необходимо волевым усилием отсечь прошлое и все силы направить на изучение нового окружения, постаравшись подстроиться под него и найти методы контроля этой новой зоны. В противном случае начнется необратимое изменение психики. Если человек замкнется, будет жить лишь воспоминаниями, то он не сможет построить нормальные отношения с изменившейся окружающей средой и окажется на обочине жизни. Для сознательного выхода из зоны комфорта необходимо иметь прочувствованные и осознаваемые цели и сильную волю. Речь о том, как развить волю, пойдет в следующей главе. Покинув зону комфорта, надо настроить себя на то, что будут не только удачи, но и проблемы. К временным трудностям нужно относиться позитивно. Помните, что выход есть всегда, просто порой нужно пойти в другом направлении, чтобы его найти. При должной настойчивости и терпении успех неизбежен. Первые осознанные шаги вне зоны комфорта необходимо делать осторожно, так как крутые перемены могут вызвать страх, состояние тревоги и психическую дезориентацию. Если ваш выход из домика представляет вам дискомфорт, то установите график возвращений домой. Таким образом, вы убережете себя от жизненных разочарований и нервного истощения. Очень простой способ изменить зону комфорта – это новые знакомства. Можно записаться на какие-нибудь курсы или вступить в клуб. У вас появится хобби, увлечение и новые знакомые, следовательно, расширится круг общения. Путешествия, особенно незапланированные, спонтанные, помогут отвлечься от повседневной рутины и почерпнуть массу новых впечатлений. Порой для того, чтобы расширить зону комфорта, достаточно изменить свой режим дня. Забудьте свой повседневный план и начните импровизировать. Не бойтесь брать проекты на работе, выполняйте их с энтузиазмом и заинтересованностью. Новые обязанности принесут знакомство и расширят вашу зону комфорта. Если до сих пор не занимались спортом, то самое время это изменить. Физическая нагрузка не только поправит ваше здоровье, но еще и принесет массу энергии. Если у вас есть хобби, но со временем к нему стал угасать интерес, переведите свое увлечение на новый уровень. Модернизируйте свое увлечение, найдите его новые грани. Может, его стоит сделать хотя бы дополнительным источником своего дохода. Но и кардинальный метод смены зоны комфорта – это переезд. При смене места жительства зона комфорта меняется уже на физическом уровне. Следовательно, внутренние проблемы будут неизбежны. Но смену места жительства не стоит путать с бегством от проблем. С помощью этих небольших приемов можно научиться менять свою зону комфорта, приобретать новый жизненный опыт, новые знания и навыки. Главное – научитесь воспринимать происходящие с вами перемены с позитивом. Старайтесь контролировать свой страх, и тогда дискомфорт пройдет без следа. Шаг пятый. Управляем временем. Народная молва гласит – время – это деньги. Действительно, время – самый дорогой и невосполнимый ресурс, которым мы зачастую пользуемся нерационально. Давайте посчитаем. Средняя продолжительность жизни – примерно 66 лет, или 24 090 дней, или 578 160 часов. Если учесть, что треть жизни человек спит, то остается всего 16 060 дней, или 385 440 часов. Но ведь у многих из нас уже позади годы, большая часть этого драгоценного ресурса потрачена, остается не так уж и много. Так стоит ли разбрасываться оставшимся временем? Выходит, пословицу можно дополнить так – время – это жизнь. Имея время, человек может свернуть горы, без времени он бессилен. В царстве времени нет социальных различий, здесь все равны. У каждого жителя этого царства в кошельке утром появляется ровно 24 часа до следующего восхода солнца. Эти часы нельзя прибавить, получить в долг. А вот если человек не умеет время ценить и беречь, то потерять его может запросто. Не бывает недостатка или избытка времени. Есть просто неумелое его использование. Чтобы секунды складывались в часы и года успешных дел, надо научиться правильно расходовать время. Существует специальная наука управления временем – тайм-менеджмент. Она учит человека быстро достигать поставленных целей в нашем скоростном сумасшедшем мире. Ритм жизни, в котором живут многие из нас, не назовешь спокойным или размеренным. Постоянные авралы, нехватка времени знакомы почти каждому. Но, тем не менее, есть такие люди, которые совершенно не берегут этот драгоценный дар. От того, как мы обращаемся со временем, зависит образ нашей жизни. Можно выделить четыре типа людей. Первый – менталитет бесполезного человека. Люди из этой группы не ценят время. В их образе жизни нет никакой системы. Чаще всего они несутся по жизни, как перекати поля. Работа, скорее всего, носит непостоянный характер. Такое отношение к времени, бесполезная его трата, не даст возможности этим людям найти свой жизненный путь. Человек, скорее всего, так и останется на обочине. Второй – трудоголик. Этот человек работает по 10, а то и по 14 часов в сутки. Чаще всего у него не одна, а две работы. И хотя трудоголик вызывает восхищение тем, что так много успевает за свой день, но на самом деле его ждет много опасностей. Во-первых, то, что он работает от зари до зари, далеко не всегда значит, что он зарабатывает большие деньги. Постоянное пребывание на работе отрицательно сказывается на семейных отношениях, здоровье и может привести к эмоциональному кризису. В интернете ходит такая поучительная история. Малышка спрашивает «Мама, почему папа перестал со мной играть? Он так поздно приходит домой и сразу запирается в своем кабинете. Он меня больше не любит». Женщина, тоже чувствующая себя одинокой, сдерживая слезы, пытается растолковать. «Детка, папа наш очень занят, у него много работы, он не успевает все сделать в рабочее время, поэтому ему приходится работать еще и дома. Но он очень любит тебя». После небольшого раздумья дочка ответила «Если он так медленно работает, почему его не переведут в ослабленную младшую группу». В этих детских словах много мудрости. Стоит ли за успехи в карьере или за финансовое благополучие платить такую высокую цену, как отношения с самыми близкими людьми? Людей третьей группы можно назвать хозяином времени с девяти утра и до пяти вечера. Эти люди находятся где-то между позицией никчемного человека и трудоголика. У них умеренная рабочая нагрузка, они успевают руководить малым количеством рабочих проектов, так как им просто необходимо, чтобы их вечера были свободны. Из людей этого типа вряд ли получатся успешные бизнесмены. Их жизненный девиз – лучше работать на другого человека, чем зарабатывать вместе со славой головную боль. Четвертый тип людей можно назвать умелый распорядитель, хозяин времени. Люди этого типа так рационально распределяют свое время, что его у них хватает и на бизнес, и на семью, и на отдых. Думаю, вы уже поняли, чтобы изменить свою жизнь, избежать стресса или не стать жертвой синдрома хронической усталости, стоит изучить правила тайм-менеджмента – рационального распределения своего времени. Задайте себе такой шокирующий вопрос. Что бы я сегодня сделал, если бы знал, что это мой последний день? Возьмите листок и запишите ответы. Скорее всего, они вас очень удивят. Вы увидите, как много вы хотели сделать, что успели, а до чего так и не дошли руки. Можно поступить по-другому. Возьмите лист бумаги и напишите на нем те вещи, которые вам очень дороги – семья, карьера, хобби, бизнес. Подумайте, чего вы хотите добиться в этих областях своей жизни. И сделайте вывод, может, пришла пора экономить свое время, чтобы осуществить все задуманное. Правила тайм-менеджмента. Напишите на листке свои цели и сроки их исполнения. Составьте план действий для выполнения этих целей, ведь правильное планирование может добиться эффективного результата. План также необходимо записать. Если план останется в мыслях, то это, скорее всего, будет не план, а идея. План, записанный на листе бумаги – это четкий график достижения цели. Перечень задач не даст сбиться с намеченной цели и увеличит производительность. Начиная день, вы будете точно знать, что вам сегодня надо сделать, чтобы добиться результата. Главное в составлении плана – это определить самые важные цели или дело, оценив последствия его выполнения или, наоборот, невыполнения. Это поможет осуществить задуманные в срок. Затем план ваших действий раздробите. Большой проект надо разделить на несколько небольших задач. Разбивать цели и задачи можно до тех пор, пока они не покажутся вам легкими и достижимыми. Как только вы выполните поставленную задачу из вашего списка, обязательно ее вычеркните. Это поможет вам ощутить движение вперед, следовательно, добавит энергии и энтузиазма. Для расстановки важности задач воспользуйтесь методом АБВГД. Все ваши задачи запишите под буквами АБВГД. Причем под буквой А запишите самые главные задачи, невыполнение которых приведет вас к серьезным последствиям. Под буквой Б задачи меньшей значимости и так далее. Буквой Д отметьте малосущественные задачи. Если вы их не выполните, большого ущерба вашему делу они не принесут. Главное правило этого метода заключается в том, что к выполнению задач под буквой Б вы не приступите, пока не выполните задачи под буквой А. На самые важные дела планируйте как можно меньше времени. Если вы ограничите время на поставленную задачу, то тем самым вы больше потратите энергии на ее выполнение и быстрее добьетесь результата. Используйте правило двух минут. Его суть заключается в следующем. Если на выполнение задачи надо всего лишь две минуты или того меньше, то ее не стоит вносить в список дел. Надо просто взять и выполнить сразу эту задачу. Понаблюдайте за собой, когда вы обладаете большей энергетической активностью. Если для вас более продуктивные утренние часы, то именно утром решайте самые главные дела. Если для вас более эффективен вечер, то планируйте на эти часы основную работу. Если вам сложно перестроить свой режим дня, так как вы работаете по найму, то попробуйте заикорить свою наилучшую работоспособность. Якорение – это одна из методик НЛП – нейролингвистического программирования. Мозг человека устроен таким образом, что он лучше запоминает моменты своей жизни, в которой он испытывал сильные эмоции. Вспомните, было ли у вас что-то в жизни, что ассоциируется с каким-то определенным событием. Например, вы слышите определенную песню и сразу вспоминаете какой-то особый случай из своей жизни. Или какой-то конкретный запах у вас вызывает воспоминания об определенном человеке. Песня, запах или что-то подобное – это якоря. Почувствовав их, вы сразу вспоминаете значимое или наоборот неприятное для вас событие. Это своего рода выработанный рефлекс. Наш мозг не только запоминает сильное эмоциональное состояние, но и может вызвать это состояние при похожих обстоятельствах. Как технику якорения использовать в тайм-менеджменте? Если вы заикорите момент вашей наибольшей работоспособности, то сможете его вызывать независимо от времени суток. Чтобы создать якорь для работоспособности, необходимо в мыслях связать какой-то элемент со своими сильными эмоциями. Можно использовать все органы чувств. Выберите желаемую реакцию или состояние вашего организма. Например, сильный эмоциональный подъем. Вспомните, когда такие чувства вы испытывали. Припомните все до мельчайших деталей. Переживите все моменты. Вспоминая и переживаете минуты, вы заметите, как состояние вашего организма начинает меняться. Сейчас нужно поставить якорь. Свяжите в единое целое ваше состояние и какое-нибудь конкретное ваше действие. Например, потрите ладони, дотроньтесь до мочки уха, понюхайте конкретные духи, послушайте песню и тому подобное. Ладони, мочка уха, духи, песня – это будут якоря вашего состояния. Проделайте это упражнение много раз. И тогда, чтобы вам добиться нужного эмоционального состояния или поднять свою работоспособность, достаточно будет коснуться якоря. Чтобы проконтролировать, на что вы тратите свое время, заведите специальную тетрадь «Дневник времени» и фиксируйте в ней то, на что вы тратите часы своей жизни. Этот дневник поможет вам понять, куда уходят ваши драгоценные минуты. Уберите из своей жизни главных пожирателей времени – телевизор и компьютер. Цифры статистики утверждают, что 14 лет своей жизни человек тратит на просмотр телевизора. Если с этим вашим любимцем расстаться сложно, то ограничьте время, смотрите передачи выборочно. Телефон прочно вошел в нашу жизнь. Это очень удобная вещь, она позволяет все время держать руку на пульсе событий, быть в курсе происходящего. Хотя телефон очень эффективен, в то же время он может быть причиной пустой траты вашего времени. Один телефонный звонок может разрушить весь план на день. Поэтому все телефонные звонки стоит взять под контроль. Отлично, если у вас есть секретарь. Если такого нет, то воспользуйтесь такой функцией телефона, как автоответчик. Магическое слово «нет», о котором мы будем говорить в следующей главе, тоже поможет взять под контроль время. Мы порой тратим часы на решение чужих задач. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо просто научиться вежливо отказывать. Сопротивляйтесь непродуктивной трате времени. Научитесь говорить «нет» не только людям, но и обязательствам, которые поглощают ваши ресурсы времени и энергии. Запомните, ваша квартира никогда не будет убрана на все 100%. Чтобы хозяйственные дела отнимали у вас как можно меньше времени, назначьте для них специальный день, тогда в остальные дни недели они не будут занимать драгоценные минуты. Лучше один раз постоять в очереди и купить весь необходимый запас продуктов на неделю, чем каждый день тратить время на поход в магазин. Научитесь возвращать вещи на свое место, тогда меньше времени будет уходить на их поиски и уборку в квартире. Не стоит тратить на работу более 36 часов в неделю. Переработки, конечно, могут помочь в достижении высокой продуктивности, но это лишь на короткое время. Перегруженность быстрее приведет к стрессу и усталости. Научитесь управлять своим временем. Если вы трудитесь, то тратьте время только на работу. Если у вас выходные, то посвятите себя именно отдыху. Не стоит совмещать отдых с работой. Подобное смешивание никогда не будет полезным. Чтобы организм наполнился энергией, ему просто необходим полноценный отдых. А чтобы работа выполнялась более эффективно, ей необходима энергия. Научитесь контролировать свой бюджет. Это поможет сэкономить несколько десятилетий рабочей жизни. Прежде чем совершить не очень значимую покупку, переведите ее стоимость на ваше рабочее время. Посчитайте, сколько вы зарабатываете за один час своей работы и сколько таких часов вы потратите на обладание этой вещью. Стоит ли она этого? Это всего лишь малая часть правил тайм-менеджмента, но эти правила помогут вам сэкономить несколько часов в день. Необходимо лишь сделать их своей привычкой, и тогда они помогут изменить жизнь к лучшему. Шаг шестой. Очищаем пространство. Наблюдая, как старая лодка отплывает от берега, мы думаем, почему же у нее такой тяжелый ход. Да, потому что если посмотреть на ее дно, то оно все обросло ракушками и водорослями. Лодка стала тяжелой, и хорошую скорость ей не развить. Так и человек, в течение своей жизни он обрастает ненужными вещами и мыслями, которые словно тяжелый якорь тянут его ко дну и не дают набрать скорость. Поэтому если у вас есть желание изменить свою жизнь, внести в нее новые свежие нотки, просто необходимо научиться сбрасывать с себя лишний груз. От чего же необходимо избавиться? Да от всего того, что отнимает жизненную энергию, что расстраивает и опустошает ваши мысли и тело. Начните со своего жилища, очистите его от ненужных вещей. Ведь внешний порядок – это признак порядка внутреннего. Если человека окружает хаос, который хоть и называют очень красиво творческим беспорядком, это чаще всего означает, что такие же неразбериха и беспорядок царят и в мыслях человека. Начав создание уюта и наведение порядка вокруг себя, вы сделаете первый шаг в сторону положительных изменений в своей жизни. Лишние вещи могут быть повсюду – в шкафах, на антресолях, на чердаке. Они занимают не только подсобное помещение, но и полезную площадь, создают застойную атмосферу, могут быть причиной конфликтов, ведь порой найти нужную вещь, когда кругом беспорядок, очень сложно. Собирают пыль и требуют ухода, отнимая у вас время и энергию. Как избавиться от последствий необдуманного шоппинга? Приступаем к уборке. Попробуем вместе найти ненужные вещи. Сентиментальный или ностальгический хлам. В каждом доме хранятся открытки, письма, старые дневники, сувениры и подарочки. Если вы не планируете в будущем создавать из своего дома музей для потомков, то сохраните только значимые поздравления и сувениры, поместив их в специальную коробку. Если таких записей у вас много, то их можно отсканировать и хранить на дисках. Согласитесь, флешка или диски займут места намного меньше, чем коробка со старыми поздравительными открытками и конспектами. Ненужные сувениры можно подарить знакомым, просто так, без какого-то повода. Информационный хлам. В эту категорию можно отнести книги, журналы, диски, видеокассеты и фотопленки. Как бы жалко ни было выбрасывать книги, но они тоже нуждаются в сортировке. Что стоит хранить, решать вам. Ненужные книги можно отдать в букинистический магазин, в библиотеку, в больницу. Найдите время и один раз тщательно рассортируйте книги, диски. Расставьте их в систематическом порядке, чтобы в случае надобности легко можно было найти нужную информацию. Записи с дисков можно скопировать на флешку или жесткий диск. Снимки со старых фотопленок оцифруйте и оставьте на память потомкам. Журналы можно почитать с ножницами, вырезав нужную информацию. Предметы для особого случая Согласитесь, наверное, в каждой семье есть шкаф, в котором стоит посуда для особого случая, торжества. Это фарфоровые сервизы, богемский хрусталь и тому подобное. Но чаще всего подходящий случай ими воспользоваться так и не наступает. Так, может быть, стоит просто жить сейчас и здесь, наслаждаясь сегодняшним моментом и делая его красивым. Не беда, если эта посуда разобьется, будет повод купить что-то новое, более интересное. Неудачные покупки. Ох уж эти распродажи. Попав на удочку маркетинговых уловок, мы заполняем шкафы вещами, которые купили про запас, но так ни разу не надели. Если вещи, пролежав год, остались невостребованными, попробуйте их продать через интернет-сайты или через объявления. Подержанный хлам. У каждого из нас есть любимые вещи, которые уже отслужили свой срок, но мы их продолжаем носить или пользоваться. Пришла пора их заменить. Впустите в жизнь что-нибудь новое и красивое. Наводя порядок в своем жилище, спросите себя и честно ответьте на поставленные вопросы. Починю ли я то, что уже столько лет ждет ремонта, и надо ли мне это? Похудею ли я до прежних размеров, чтобы снова влезть в эти брюки или блузку? Найду ли я время прочесть все эти журналы, книги, посмотреть диски? Буду ли я пользоваться предметами, о которых не вспоминал или не вспоминала уже столько лет? Задав вопросы, примите решение. Оставить эти вещи, выбросить, починить или отдать другим? Если сразу ответить сложно, то положите вещи в коробку для сомнительных предметов. О ней мы сейчас расскажем. Возьмите в руки коробку и, передвигаясь по квартире в течение пяти минут, соберите в нее 15 ненужных, на ваш взгляд, предметов. При сборе вещей не останавливайтесь и не задумывайтесь, решение принимайте моментально. Результат вас очень удивит. Такое упражнение можно проводить каждый месяц. Второе, тоже очень интересное упражнение, заключается в том, чтобы пройти по своей квартире, словно вы в ней посторонний человек. Проследите за вашим взглядом во время экскурсии по своему жилищу и ходам мыслей. Думаю, что вы сделаете немало открытий, как порой хлам очень умело маскируется под сокровища. Наведя порядок, перестаньте делать импульсивные покупки, погасите кредиты, установите бюджет и живите согласно своим доходам. В результате вы обретете больше свободы, времени и спокойства. Шопинг в последние годы превратился в болезнь. Мы стали получать удовольствие от покупок вещей не потому, что эти предметы нам жизненно необходимы, а потому, что обладать ими престижно, так как они есть у других. Накопительством вещей мы стали заполнять пустоту внутри себя и пытаемся в шопинге найти удовлетворение жизнью. Поэтому после уборки возьмите под контроль эту сферу вашей жизни. Такую же уборку стоит навести и внутри себя. Подумайте, что отнимает у вас энергию. Негативные мысли, общение с неприятными людьми, здоровье, работа, долги, невыполненные обещания, страх, стресс, сплетни, спешка, недоделанные дела, забота об окружающих. Проанализируйте свои мысли, окружение, ежедневные дела. Что вас больше всего напрягает? Постарайтесь убрать со своего пути к новой жизни эти препятствия. Очистите свои мысли. Если вы чувствуете себя очень уставшим и к вам подступает стресс, то постарайтесь освободить свой мозг от внутреннего списка дел или эмоционального багажа. Поставьте перед собой цель очистить мысли. Спланируйте свою деятельность так, чтобы в ней не было места негативу. Избавьтесь или сведите к минимуму общение с теми людьми, которые высасывают из вас энергию, словно вампиры. Оставьте в своем круге общение тех, кто вам дорог, кто поддерживает вас, а тех, кто тянет вниз, исключите из своего окружения. Если избежать общения с ними невозможно, ограничьте пребывание с ними до минимума. Отпустите прошлое. Постарайтесь забыть прошлые обиды и страхи, ведь они отягощают ваше сердце и душу. Вспоминая неприятные моменты, вы постоянно возвращаетесь в прошлое, находитесь под его влиянием, поэтому у вас остается мало сил для движения вперед. Если вам все же хочется расставить все точки в отношениях с человеком из вашей прошлой жизни, напишите ему письмо и выскажите то, что лежит на сердце. Пусть это письмо и не будет отправлено, но такой эмоциональный всплеск поможет избавиться от влияния прошлого. Займитесь здоровьем. Точно так же, как вы наводили порядок в доме, наведите порядок в своем меню. Уберите вредные продукты, перейдите на здоровое питание. Ограничьте алкоголь и курение, займитесь спортом. Избавьтесь от всего, что вредит вашему здоровью. Обновите свой внешний вид. Если уж заниматься обновлением своей жизни, то, может быть, стоит сменить имидж. Следите за своей речью. Перестаньте использовать непереводимый русский фольклор, а проще говоря мат. Ликвидируйте жаргон, сленг. Избавьтесь от идеи, что вы должны говорить всем только правду, и ваше мнение всем очень необходимо. Но в то же время научитесь говорить «нет». Перестаньте чувствовать, что вы должны всем помочь. Ведь одно из первых слов, которые слышит младенец, это слово «нет». Этим словом взрослые его оберегают от неприятностей. Но почему-то со временем говорить «нет» труднее и труднее. Ограничьте традиции. Традиция – это замечательно, но только до тех пор, пока они не утратили свою цель. Если традиции устарели, потеряли свой смысл, может, стоит избавиться от них или завести новые. Освободите время лично для себя. Займитесь тем, что нужно именно вам. Это может быть ваше хобби, ваш дневник или просто просмотр фильма, который интересен только вам. Просто побудьте в тишине. Научно доказано, что шумы очень неблагоприятно влияют на организм человека и могут быть причиной депрессии. Упростите вашу жизнь, выключив лишние приборы. Ведь если за семейным ужином не включать телевизор, то появится возможность для общения, а это сделает ваши взаимоотношения с близкими людьми богаче и ярче. Телевизор и компьютер не только сводят к минимуму общения между родными, они еще и главные поглотители времени. Если вы все же любите посмотреть телевизор, то фильтруйте то, что смотрите. Современные новости чаще всего вгоняют людей в подавленное состояние. Организуйте свой режим дня. Помните народную мудрость. Утро вечера мудренее. Лучше стоит лечь спать пораньше, чтобы утром чувствовать себя бодрее. Шаг седьмой. Подводим итоги. Если вы прослушали до конца эту книгу, значит вы относитесь к тем людям, которые уже готовы изменить себя и свою жизнь. Давайте подведем итоги, чтобы вы поняли, результативной ли была ваша работа. Если не все получилось так, как хотелось, не расстраивайтесь. Работа над собой – процесс длительный, если не сказать постоянный. А желание быть лучше – признак здоровой, развивающейся личности. Примените полученные знания на практике, ведь вы абсолютно ничем не рискуете. Если в результате работы над собой вы и потеряете некоторые свои качества, то это будут всего лишь неуверенность в себе, свои страхи, лень и неспособность к действиям. В книге мы говорили, как правильно ставить цели и добиваться их. Вы уже поняли, что жизненные цели не стоит путать с желаниями. Желание – это мечта о лучшей жизни, покупка какого-то предмета, путешествия и тому подобное. Цель же придает смысл нашей жизни, помогает добиться успеха в нужной области. В данной книге есть упражнение, как быстрее достигнуть поставленной цели. Оказывается, достаточно разбить большую цель на мелкие и правильно формулировать поставленные перед собой задачи. Используя полученную информацию, вы смогли не только правильно ставить цели, но и построили пошаговый план их достижения. Но только постановки цели, чтобы подняться на новый уровень своей жизни, мало. Цель надо реализовать, а для этого нужна сильная воля. Используйте упражнения из данной книги для укрепления воли, и тогда вы получите отличный инструмент для построения новой жизни. Именно воля поможет реализовать все ваши начинания. Чтобы изменить свою жизнь за 365 дней, необходимы новые знания. Их можно получить, если расширить или изменить свою зону комфорта. Используя упражнения из глав «Самопознание» и «Зона комфорта», вы научились снимать ограничивающие убеждения, останавливать бесполезный внутренний диалог и избавились от лишних мыслей. Данные главы должны помочь вам понять, почему именно эти события происходят в вашей жизни. Как можно добиться большего, затрачивая меньше усилий. Применив советы из данной книги, вы смогли повысить свою самооценку и обрести уверенность в своих силах. Научились приемам саморегуляции внешнего и внутреннего состояния. Управление временем – это один из самых главных моментов в достижении успеха. Применяя на практике правила тайм-менеджмента, вы теперь планируете свой день, месяц, год и боретесь с похитителями времени. Но менять свою жизнь только развитием духовных качеств мало. Необходима еще и финансовая поддержка. В этой книге есть советы, как грамотно распределять свои финансы и добиться финансовой независимости. Новая жизнь – это новая энергия. Чтобы создать движение этой энергии, для нее необходимо расчистить пространство. Об этом тоже шла речь в данной книге. Используйте советы, приведенные здесь, добавьте к ним свои, и вы освободитесь от комплексов, страхов, фобий, обид и эмоциональных ран. Вы научитесь любить и уважать себя, добиваться поставленной цели за самые короткие сроки, решать проблемные ситуации не только снаружи, но и внутри себя. Вас ждут приключения и события, которые помогут вам встряхнуться и посмотреть на свою жизнь другим взглядом. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!